При этом мы с благодарностью относимся ко всем, кто с пониманием подошел к шагам нашим в Крыму. Мы с благодарностью признатели народу Китая, руководство которого рассматривает ситуацию вокруг Украины и Крыма во всей ее исторической и политической полноте. Мы высоко ценим сдержанность и объективность Индии. Сегодня я хочу обратиться и к народу Соединенных Штатов Америки. К людям, которые со времен основания этого государства, принятия декларации независимости, гордятся тем, что свобода для них превыше всего. Разве стремление жителей Крыма к свободному выбору своей судьбы не является такой же ценностью? Поймите нас. Верю, что меня поймут и европейцы, и прежде всего немцы. Напомню, что в ходе политических консультаций по объединению ФРГ и ГДР, на, мягко говоря, экспертом, но очень высоком уровне, представители далеко не всех стран, которые являются и являлись тогда союзниками Германии, поддержали саму идею объединения. А наша страна, напротив, однозначно поддержала искреннее, неудержимое стремление немцев к национальному единству. Уверен, что вы этого не забыли. И рассчитываю, что граждане Германии также поддержат стремление русского мира, исторической России к восстановлению единства. Я обращаюсь к народу Украины. Искренне хочу, чтобы вы нас поняли. Мы ни в коем случае не хотим нанести вам вред, оскорбить ваши национальные чувства. Мы всегда уважали территориальную целостность украинской державы. В отличие, кстати, от тех, кто принес единство Украины в жертву своим политическим амбициям. Они щеголяют лозунгами о великой Украине. Но именно они сделали все, чтобы расколоть страну. Сегодняшнее гражданское противостояние целиком на их совести. Хочу, чтобы вы меня услышали, дорогие друзья. Не верьте тем, кто пугает вас Россией. Кричит о том, что за Крымом последуют другие регионы. Мы не хотим раздела Украины. Нам этого не нужно. Что касается Крыма, то он был и останется. И русским, и украинским, и крымско-татарским. Повторю. Повторю. Он будет, как и было веками, родным домом для представителей всех живущих там народов. Но он никогда не будет бендеровским. Крым – это наше общее достояние и важнейший фактор стабильности в регионе. И эта стратегическая территория должна находиться под сильным, устойчивым суверенитетом, который по факту может быть только российским сегодня. Иначе, иначе, дорогие друзья, обращаюсь и к Украине, и к России. И мы с вами, и русские, и украинцы, можем вообще потерять Крым. Причем в недалекой исторической перспективе. Задумайтесь, пожалуйста, над этими словами. Напомню также, что в Киеве уже прозвучали заявления о скорейшем вступлении Украины в НАТО. Что означало бы эта перспектива для Крыма и Севастополя? То, что в городе русской воинской славы появился бы НАТОский флот. Что возникла бы угроза для всего юга России. Не какая-то эфемерная, а совершенно конкретная. Все, что реально могло бы произойти, это все то, что реально могло бы произойти, если бы не выбор Крымчан. Спасибо им за это. Кстати говоря, мы не против сотрудничества с НАТО. Совсем нет. Мы против того, чтобы военный альянс, а НАТО остается при всех внутренних процессах военной организации. Мы против того, чтобы военная организация хозяйничала возле нашего забора, рядом с нашим домом или на наших исторических территориях. Вы знаете, я просто не могу себе представить, что мы будем ездить в Севастополь в гости к натовским морякам. Они, кстати говоря, в большинстве своем отличные парни, но лучше пускай они к нам приезжают в гости в Севастополь, чем мы к ним. Скажу прямо, у нас болит душа за все, что происходит сейчас на Украине. Что страдают люди, что они не знают, как жить сегодня и что будет завтра. И наша обеспокоенность понятна. Ведь мы не просто близкие соседи. Мы фактически, как я уже много раз говорил, один народ. Киев – мать городов русских. Древняя Русь – это наш общий исток. Мы все равно не сможем друг без друга. И скажу еще об одном. На Украине живут и будут жить миллионы русских людей, русскоязычных граждан. И Россия всегда будет защищать их интересы политическими, дипломатическими, правовыми средствами. Однако, прежде всего, сама Украина должна быть заинтересована в том, чтобы права и интересы этих людей были гарантированы. В этом залог стабильности украинской государственности и территориальной целостности страны. Мы хотим дружбы с Украиной. Хотим, чтобы она была сильным, суверенным, самодостаточным государством. Ведь для нас Украина – это один из ведущих партнеров. У нас множество совместных проектов. И, несмотря ни на что, я верю в их успех. И главное – мы хотим, чтобы на землю Украины пришли мир и согласие. И вместе с другими странами готовы оказывать этому всемирное содействие и поддержку. Но, повторю, только сами граждане Украины в состоянии навести порядок в собственном доме. Уважаемые жители Крыма и города Севастополь. Вся Россия восхищалась вашим мужеством, достоинством и смелостью. Это именно вы решили судьбу Крыма. В эти дни мы были близки, как никогда. Поддерживали друг друга. Это были искренние чувства солидарности. Именно в такие переломные исторические моменты проверяется зрелость и сила духа нации. И народ России показал такую зрелость и такую силу. Своей сплоченностью поддержал соотечественников. Твердость внешнеполитической позиции России основывалась на воле миллионов людей, на общенациональном единении, на поддержке ведущих политических и общественных сил. Я хочу поблагодарить всех за этот патриотический настрой. Всех без исключения. Но нам важно и впредь сохранять такую же консолидацию, чтобы решать задачи, которые стоят перед Россией. Мы явно столкнемся и с внешним противодействием. Но мы должны для себя решить, готовы ли мы последовательно отстаивать свои национальные интересы. Или будем вечно их сдавать, отступать неизвестно куда. Некоторые западные политики уже стращают нас не только санкциями, но и перспективой обострения внутренних проблем. Хотелось бы знать, что они имеют в виду. Действия некой пятой колонны, разного рода национал-предателей, или рассчитывают, что смогут ухудшить социально-экономическое положение России и тем самым спровоцировать недовольство людей. Рассматриваем подобные заявления, как безответственные и явно агрессивные. И будем соответствующим образом на это реагировать. При этом мы сами никогда не будем стремиться к конфронтации с нашими партнерами. Ни на Востоке, ни на Западе. Наоборот, будем делать все необходимое, чтобы строить цивилизованные, добрососедские отношения. Как это и положено в современном мире. Уважаемые коллеги, понимаю крымчан, которые поставили вопрос на референдуме предельно прямо и четко. Быть Крыму либо с Украиной, либо с Россией. И можно с уверенностью сказать, что руководство Крыма и Севастополя, депутаты законодательных органов власти, формулируя вопросы референдума, поднялись над групповыми и политическими интересами. И руководствовались в угловую угла, поставили исключительно коренные интересы людей. Любой другой вариант плебисцита, каким бы привлекательным он ни казался на первый взгляд, в силу исторических, демографических, политических и экономических особенностей этой территории, был бы промежуточным, временным и зыбким. Неизбежно привел бы к дальнейшему обострению ситуации вокруг Крыма и самым пагубным образом отразился бы на жизни людей. Крымчане поставили вопрос жестко, бескомпромиссно, без всяких полутонов. Референдум был проведен открыто и честно. И люди в Крыму ясно, убедительно выразили свою волю. Они хотят быть с Россией. Россия также предстоит принять сложные решения, учитывая всю совокупность и внутренних, и внешних факторов. Каково же сейчас мнение людей в России? Здесь, как и в любом демократическом обществе, есть разные точки зрения. Но позиция абсолютного, я хочу это подчеркнуть, абсолютного большинства граждан также очевидна. Вы знаете последние социологические опросы, которые были проведены в России буквально на днях. Порядка 95% граждан считают, что Россия должна защищать интересы русских и представителей других национальностей, проживающих в Крыму. 95%. А более 83% полагают, что Россия должна это делать, даже если такая позиция осложнит наши отношения с некоторыми государствами. 83%. 86% граждан нашей страны убеждены, что Крым до сих пор является российской территорией, российской землей. А почти... И вот очень важная цифра. Она абсолютно коррелируется с тем, что было в Крыму на референдуме. Почти 92% выступают за присоединение Крыма к России. Таким образом, и подавляющее большинство жителей Крыма, и абсолютное большинство граждан Российской Федерации поддерживают воссоединение Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Аплодисменты. Дело за политическим решением самой России, а оно может быть основано только на воле народа, потому что только народ является источником любой власти. Уважаемые члены Совета Федерации, уважаемые депутаты Государственной Думы, граждане России, жители Крыма и Севастополя. Сегодня, основываясь на результатах референдума, который прошел в Крыму, опираясь на волю народа, вношу в федеральное собрание и прошу рассмотреть конституционный закон о принятии в состав России двух новых субъектов Федерации. Республики Крым и Городия.